Добрый день, друзья! Мы в эфире Переправа ТВ. Очередная наша встреча с Валентином Ильичем Катасуновым, доктором экономических наук, профессором, руководителем Русского экономического общества имени Шарапова. Здравствуйте, Валентин Ильич! Да, приветствую всех! Она посвящена, ну, не совсем профильной нашей теме, но, тем не менее, она, тема такая важная, как мне кажется, это концепция внешнеполитической деятельности Российской Федерации, которая была, ну, буквально днями 31 марта этого года, была указом президента введена в действие. И вот мы сегодня о ней поговорим, потому что она, ну, с одной стороны, вроде бы, так сказать, не совсем экономика и даже финансы, но, тем не менее, она очень важна. И вот я хотел Валентину Ильичу попросить, чтобы он прокомментировал свои впечатления по этому поводу. Да, значит, документ вошел в силу неделю назад, 31 марта. Да, документ пришел на смену у старейшей версии концепции. Предыдущая концепция, она была введена в действие указа президента в ноябре 16-го года. Может быть, предыдущая бы еще посуществовала, но нынешние события, они четко определили, кто есть кто в мире, в мировой политике. Да, и стало понятно, что уже на старой концепции далеко не уедешь. Поэтому новая концепция, она призвана была определить расстановку сил на мировой арене, определить, кто друзья, кто враги, определить, значит, стратегию отношений с теми и другими. Ну, вроде бы, как нужный документ и в средствах массовой информации наших и зарубежных были зафиксированы публикации на эту тему. В российских СМИ в основном это позитив, где-то даже мажор, что вот, наконец-то, у нас как бы сформировано правильное представление о мировой политике, о роли России в мировой политике. Ну, ни для кого не секрет, что, конечно, этот документ готовился на Смоленской площади, в Министерстве иностранных дел, проект. Ну, может быть, кто-то там что-то подправлял в администрации президента или еще где-то. Ну, в общем-то, это все-таки, будем так говорить, продукт Министерства иностранных дел. Хотя это не совсем правильно, потому что в старое доброе время, в советское, какие-то документы основополагающие готовили ЦК, КПСС, Политбюро, а Министерство иностранных дел, собственно, отдавало под козырек и исполняло. А здесь получается такая картинка, что министерство само готовит, и готовит, естественно, с учетом своего понимания, с учетом своих возможностей, с учетом того, чтобы как-то не очень сильно напрягаться. Вот. Ну, в общем, документ получился слишком даже расплывчатый, с моей точки зрения. 53 или 54 страницы. Требуется терпение, чтобы дочитать все это. Такое ощущение, что это вот местами какой-то ликбез или, значит, речи международного положения при пуске трамвая, как вы лифи Петрова. Вот. Ну, может быть, я излишне жестко оцениваю этот документ. Вот. Тут вышла статья заместителя председателя ЦК КПРФ Юрия Афонина вчера. «Западный вампир привычек не меняет». Ну, и вот он в своей статье как раз опишет о том, что, к сожалению, в этом документе многого не хватает и остается много иллюзий. Много иллюзий. Вот. Ну, не буду приводить примеры из его статьи. И, собственно, его статья, она меня и спровоцировала на то, чтобы я пробежался. Я, естественно, пробегался по диагонали там, где речь идет о чистой политике, о дипломатии, о военных аспектах. А там, где речь касается экономики, финансов, там я, естественно, останавливался и вчитывался. Ну, вот. Да, параграфов там, по-моему, 76. То есть, 6 разделов и 76 параграфов. Вот. Ну, я впервые так зацепился на параграфе 7. Вот. Меня зацепила следующая формулировка. Не обратим, а уходит в прошлое неравновесная модель мирового развития, которая столетиями обеспечивала опережающий экономический рост колониальных держав за счет присваивания ресурсов зависимых территорий и государств в Азии, Африке и Западном полушарии. То есть, уходит. Present continuous, как нам говорили в институте. Да. Да. Ну, мне кажется, что нет ни present perfect, ни present continuous. Это как бы пожелание. Это желаемое выдается за настоящее, за реальное. Я просто, знаете, ежегодно слежу по разным ООНовским документам, ну, в частности, документы ЮНКТАТ, например, и смотрю, как, собственно говоря, перераспределяется мировой общественный продукт, мировое богатство. В общем, пока я должен сказать, что разделение Запада, разделение мира на богатый север и бедный юг сохраняется, и, как бы, процесс перераспределения продолжается. Поэтому мне кажется, что здесь вот документ иногда сбивается на некое такое, я бы сказал, прожектерство. Да. То есть, да, такая задача стоит, но пока говорить, что она выполнена или даже она в процессе выполнения, это, мне кажется, слишком и слишком. Да, мне кажется, Валентин Ильич, мне кажется, вообще в этом смысле нам, как людям, все-таки пытающимся смотреть на всю эту точку с точки зрения такого мировоззренчески православного подхода, вообще идея, так сказать, что вот-вот, так сказать, картина мира поменяется, вместо однополярного возникнет многополярный и равновесный, и все мы начнем хлопать в ладоши и, значит, радоваться, как дети. Да, энтропийный процесс будет остановлен. Энтропийный процесс будет остановлен. Значит, Россия с Китаем, другие центры силы, они будут жить во взаимопонимании, дружбе, согласии. Значит, всем будет поровну, пряников и так далее. Ну, еще Акуджава сказал, пряников всегда не хватает на всех. Да, да, да. Вот о переломе каких-то вот этих глобальных тенденций, мне тоже, мне кажется, это вообще ошибка, вообще с этой точки зрения подходить. Ну да, я еще понимаю, когда, значит, там Томас Манн, предположим, пишет свою утопию, да, ну, понятно, это социальная утопия. Но в Министерстве иностранных дел, конечно, утопиями заниматься вредно, вредно, опасно. Вот вы правильное слово нашли или подсказали мне. Утопия, да, выдается желаемое за действительное. Еще мне хотелось бы обратить внимание на то, что, в общем-то, это читается в отдельных предложениях, в отдельных абзацах, что МИД продолжает продвигать западную повестку дня. Мы иногда ведь с вами обсуждаем там Минфин, господина Силуанова, Центральный банк, госпожу Набиуглину, вспоминаем Минэкономразвитие, Минпром, Мантурова, вот, ну и как-то никогда не упоминаем Министерство иностранных дел. А вот в этом документе я вижу, что западная повестка дня, она сохраняется. Казалось бы, ну, еще было простительно сохранять ее до 24 февраля прошлого года. Ну, типа дипломатия, что, мол, мы вынуждены использовать эти слова для того, чтобы как-то не обрывать связи с Западом. Ну, вот, я просто приведу вам пример один. В документе говорится о том, что Россия будет обеспечивать выполнение программы «Адженда 2030» от повестки дня 2030. Ну, такое ощущение, что на Смоленской не понимаешь, что такое документ «Адженда 2030». Ведь это, по сути дела, продукт, который был брошен глубинным государством, мировой закулисой. Он, значит, был с большим трудом, его с большим трудом пропихнули в Организации Объединенных Наций. Вот, после этого, по сути дела, Клаус Шваб начал озвучивать своими словами, своим птичьим языком эту повестку 2030. Это ведь, по сути дела, великая перезагрузка. The Great Reset. Да, The Great Reset со всеми вот этими причиндалами. А может, это оговорка по Фрейду, Валентин Ильич? Так я и говорю, что, вообще-то говоря, это оговорка по Фрейду, да. Если бы там были более опытные штирлицы, которые работают на Запад, они бы, наверное, все-таки не допустили таких оговорок. А таких оговорок по тексту «Как тараканов». Как тараканов. Просто я начал проверять контрольную работу, но где-то уже сломался через час, потому что понял, что надо все 76 параграфов отмечать галочками. 76 параграфов. Ну вот, например, в этом самом параграфе, который я упомянул, параграф 7, есть такая фраза. «Структурная перестройка мировой экономики, ее перевод на новую технологическую основу, в скобках, в том числе внедрение технологий искусственного интеллекта, новейших информационно-коммуникационных, энергетических, биологических технологий и нанотехнологий, скобки закрываются, ускоряют процессы перераспределения потенциала развития в пользу новых центров экономического роста и геополитического влияния, способствуют демократизации международных отношений». Как вам нравится? Ага. Жуть. Жуть берет просто. Я могу и, Валентинович, у своего скромного опыта, все-таки я там довольно много лет проработал, правда, в центральном аппарате меньше, больше за внешней дипломатической службе. Но я знаю кухню. И кухня такова, что обычно все-таки такие документы, если брать вот авторство, да, они пишутся, конечно, ну, людьми, скажем так, даже не среднего уровня исполнителями, а скорее ближе вот к низшему уровню. Ну да. Вот там они собираются, там, сбору пососинки из выступлений президента, из этого так довольно, так сказать, компилитивно, так сказать, собирается. Потом, значит, уже большие начальники там потихоньку что-то вычеркивают, выбрасывают, заодно и поругивают исполнителей. Потом это все слепляется. И знаете, я бы о чем здесь поставил вопрос? Вообще для России вот этот язык концепции, он как-то, ну, непригоден что ли. Это американцы со своим юридическим сознанием, они любят это дело, и, наверное, у них временами неплохо получается, там это все как-то более органично. Китайцы со своим тоже особым подходом, они все глубоко ороют, вглубь, так сказать, истории, там сводят, выводят. А вот у нас как-то, вы знаете, как будто вот какой-то анекдот, что ли, рассказывают. Я извиняюсь за такой подход, за такие термины, но это настолько все выглядит поверхностно, компилитивно, как-то вот... И главное глупо, потому что все-таки серьезной даже редактуры не было. Я об этом и говорю, да. А знаете, мне кажется, почему? А потому что никто не собирается ничего этого выполнять. Вот у меня такое ощущение. Да, но ведь все-таки позорище. Я не знаю, сколько еще людей проанализировало этот документ, но это же позорище для ведомства. Я уверен, что никто из депутатов этого толком не читал. Никто из... Это как бы плодятся эти бесконечные бумаги, в том числе и законы. Я не знаю, насколько глубоко читал Афонин, но он написал статью. И, собственно говоря, он меня и как бы спровоцировал на изучение этого документа. Он сказал, документ полон иллюзий. Ну, я тогда решил посмотреть. А может быть, там и экономические иллюзии есть какие-то? Конечно, есть. Конечно, есть. А они, мне кажется, знаете еще от чего? Эта ситуация. От того, что мы по-прежнему как бы болтаемся в проруби, как некоторая субстанция. Мы никак не определимся все-таки, куда мы движемся. Даже движение, скажем, на восток, оно у нас резервируется некоторыми такими странными сдержками, как будто мы не очень хотим туда двигаться. И, в общем-то, наша элита все-таки, она, поскольку у нее там основные интересы остаются на Западе, вот, и под угрозами, под известными, она все-таки думает, хорошо бы как-то вот, как бы все это, чтобы не очень сильно быстро развивалось. И у вас нет такого ощущения? Ну, вы знаете, я это немножко по-другому называю. Я это называю поведение управленцев с помощью рефлексов. Рефлексия. То есть у него нету даже оперативного плана. Про стратегию я вообще молчу. Он просто рефлексивно реагирует. Ну, вот яркий пример такого рефлексированного реагирования МИДа – это выступление Марии Захаровой. Эти выступления уже всем поднадоели, и они уже вот звучат как анекдот. Ну, это вот есть рефлексия. Собачка гавкает. А где же серьезное это решение? Где серьезные документы действительно? Где действительно эти красные линии? Где мы наносим ответ за нарушение этих красных линий? Вот. И только все на уровне болтовни. На уровне болтовни. На уровне того, что вот мы… Будет последует ответ. Он обязательно последует. Он будет очень жестким и так далее. Ну, люди ждут. Какой ответ? Ответа особо никакого нет. Да. Видите, упование на искусственный интеллект оказывается. Оказывается, искусственный интеллект приведет к демократизации международных отношений. Ну, бред какой-то, сивый кобылась. Ну, неужели, неужели министр иностранных дел Сергей Лавров не выбрал время, чтобы сам почитал этот документ? Ну, мы не знаем, насколько он, скажем, погружался и так далее. Я вообще не очень понимаю, какую роль подобного рода документы играют, скажем, в выработке государственной политики. Потому что, ну, по идее, конечно, если мы говорим о концепции, то концепция должна исходить из понимания того, где мы сейчас находимся, почему так получилось и куда мы движемся. Вот у меня такое ощущение. Надо понять, кому адресовывали этот документ. Либо он адресован общественности, чтобы общественность лучше понимала международное положение и линию, внешнеполитическую линию страны. Но обыватель, представ этот документ, он просто с ума сойдет. Он так ничего и не поймет. Куда же мы двигаемся? Шаг вперед, два шага назад. Казнить нельзя, милует. Вот. Нет. Взаимосвещающие формулировки. У меня-то вообще совершенно четкое ощущение, что точным пониманием причин глубинных, настоящих, подлинных причин происходящего, то есть именно духовных причин, причин нынешнего нашего состояния, опять-таки в этих же параметрах и особенно перспектив, куда мы движемся, кроме вот православного такого вот небольшого анклава внутри нашего, так сказать, общественно-политического блока, да? Ну, по-моему, ни у кого нет. Все в растерянности, потому что старый инструментарий разрушен, идеологические вот эти вот парадигмы, они уже все кверху брюхом плавают, но у ничего не нарабатывается и не может быть наработано. Либеральная перспектива, она увяла на глазах и разрушена тоже. И вот все в каком-то... И мы видим вот эту концепцию как проявление этой растерянности. Да, это проявление растерянности, это проявление слабости, да, это проявление вот этой самой рефлексии и отсутствия стратегии. Вот что означает эта концепция. Лучше бы этого документа вообще не было. Лучше бы не было. Были бы какие-то хотя бы надежды, а сейчас надежды нет. Это просто вот справка. Это справка о состоянии ведомства. Ну, это и есть переходное такое странное состояние, и когда мы говорим рефлексия, это когда, скажем, человек дезориентирован, он опасается нападения с любой стороны, он начинает там рычать или там хватать и бросаться и так далее. Вот это мы, собственно, и наблюдаем. То есть полное отсутствие ясного, четкого понимания, откуда мы и куда. Кстати, у Китая этого нет. Китай абсолютно по-другому ориентируется. Даже американцы, которые там еще цепляются за свои старые какие-то воззрения, они и то в этом смысле в лучшем положении. А вот мы, у нас, к сожалению, пока вот такая картица. Вы знаете, отдельные параграфы, отдельные предложения из документов, они все друг друга взаимоисключают. Вот это меня просто поражает. То есть это уже что-то такое двоемыслие, шизофрения. Ну, типа того, что нам надо, значит, добиваться технологического суверенитета, технологического суверенитета на базе промышленного развития. Я смысл передаю, я, конечно, точной формулировки и документы не помню. Но, значит, при этом идут такие слова, что нам необходимо, значит, привлечение иностранного капитала, нам надо, значит, повышать конкурентоспособность российских товаров на внешних рынках. Так, постойте, ребят, вы мне объясните, какая у вас экономическая модель? Потому что то, что вы рассказываете, это совершенно взаимоисключающие экономические модели. Если вы говорите о том, что нам надо продолжать свою внешнеэкономическую экспансию на внешних рынках, вы, безусловно, имеете в виду продолжение экспорта нефти и природного газа. Больше нам нечего просто предложить на мировой рынок. Мысленно они мне могут ответить, типа того, мы предлагаем экспорт промышленных товаров, машинное оборудование, инвестиционных товаров. Откуда они возьмутся? Для этого, извините, необходимо, по крайней мере, лет 10 проводить индустриализацию. А для проведения индустриализации нужно внешнеполитическое обеспечение этой индустриализации. Они вообще понимают, что такое индустриализация и что такое внешнеполитическое обеспечение индустриализации. Пусть они откроют учебники по истории 30-х годов и посмотрят, как работал Даркомат иностранных дел, как он действительно помогал продвигать индустриализацию в нашей стране. А ведь мы с вами обсуждали позицию господина Панкина, заместителя министра иностранных дел, который сказал, что мы из ВТО выходить не будем. Значит, если мы не будем выходить из ВТО, значит, фактически господин Панкин заявил с высокой трибуны, что индустриализации в России не будет. Вообще это преступление. И суверенитета не будет, конечно. Суверенитета не будет. Это очевидные вещи. Очевидные вещи. Вот, ну, я не знаю, где учились чиновники Министерства иностранных дел. Ну, наверное, МГИМО. Ну, когда нас учили МГИМО, нам говорили в курсе экономической истории, и не только, наверное, экономической истории, что промышленная революция в Великобритании, она была проведена в условиях жесточайшего протекционизма. Без этого никакой промышленной революции просто быть по определению не может. И только в 40-е годы, когда уже Великобритания стала мировой мастерской, они заговорили о фритредерстве. То есть об ослаблении этого протекционизма для того, чтобы им можно было захватывать чужие рынки. Тогда появились эти хлебные законы в 40-е годы. Это же озвучная истина. Соединенные Штаты Америки. Тоже жесточайшая политика протекционизма. Германия, протекционизм. Да и потом для внешней политики все-таки надо, ну я бы, например, считал полезным четко обозначить некоторые вещи. Если нас коллективный Запад сплошняком уже называет врагами, прямо, в открыто, и именно на уровне таких концепций стратегических. А мы по-прежнему прячемся за кусты какого-то, знаете, благодушия. Причем тут концепция, как можно на этой базе, вот на этих зыбучих песках строить какие-либо отношения. То есть получается действительно какой-то просто набор неких терминов, которые вообще ничего не объясняют, никуда не зовут и не предлагают инструментарий для решения текущих, текущих, остро актуальных вопросов. Ну да, нам нужна стратегия, стратегия внешнеполитической деятельности. Для того, чтобы была стратегия внешнеполитической деятельности, безусловно, нужны и другие стратегии. Мы с вами этот вопрос уже затрагивали, что в прошлом году, когда началась санкционная война против России, то премьер-министр стал проводить совещание с министрами и прочими чиновниками по теме, значит, перестройки отдельных отраслей производства. Было поручено разработать энное количество стратегий развития отраслей и отдельных производств, но при этом умудрились, забыли про стратегию экономического развития России в условиях санкционной войны. Получается, что у всех командиров батальонов и командиров полков есть стратегия, а у генерального штаба и главнокомандующего стратегии нет. Поэтому частичное воправдание авторов этого документа могу сказать, а что они могли написать в своем документе. Если бы была стратегия экономического развития, по крайней мере, они бы такие глупости не наделали, как они их наделали. Одно утешает, Валентин Ильич, что по-прежнему вот это наше политическое такое самосознание общественное, социальное, экономическое, внешнеполитическое находится на уровне какого-то белого листа. Я в этом усматриваю промысл Божий, который говорит, не нужны вам сейчас ни идеологии, которая запрещена Конституцией, слава Богу. И не выработайте вы сейчас, не готовы, вы не доросли духовно до того, чтобы выработать четкое и ясное понимание, потому что надо бы включить духовный компонент. Нет, только тогда вы сможете правильно себя определить по отношению к трансгумунистическому западному миру и к восточному миру, который тоже далеко не так безобиден. А то, знаете, сейчас вот тоже эйфория, сейчас все на восток, ура, и сейчас все будет классно. Кстати, Китай, с точки зрения социальной паспортизации, социальных рейтингов, впереди планеты всей. Ну, конечно. А это, извините меня, цифровая валюта Центрального банка, он впереди планеты всей, и у него явно относится на то, что если рухнет американский доллар, то цифровой юан немедленно займет его место. А с другой стороны, общество, обратите внимание, насколько оно заорганизовано с помощью цифровых технологий и так далее, о чем у нас вообще никто не говорит. То есть, с этой точки зрения, скажем так, если брать того же Шваба, то как раз лидирует-то Китай. Лидирует Китай. И в этом смысле наше положение очень двусмысленное, сложное и требует совершенно другого уровня понимания и работы. Ну, это, видимо, какая-то связь. Помните, у Владимира Соловьева было в последнее его произведение «Три разговора» с прибавлением к краткой повести об антихристе? Да. А, между прочим, ведь там что описано-то? Там описаны орды, которые идут с Востока. Владимир Соловьев больше всего боялся именно этой восточной экспансии. Да. Вот, тогда над ним еще сменялись. Вот, но вот прошло более столетия с момента выхода этой последней работы. 1900 год. Прямо накануне его смерти. Вот мы сейчас имеем это. В эту стратегию, конечно, ну, это всего не вложено, нет, даже близко, даже признаков понимания ситуации. Я вам подцитирую, просто чтобы вам было понятно, что я ничего не придумываю. Вот цитата. «Российская Федерация намерена уделять приоритетное внимание в содействии привлечения в Россию иностранных инвестиций, передовых знаний и технологий, высококвалифицированных специалистов, привлечения иностранных инвестиций». Как вам это нравится? Это же в чистом виде вашингтонский консенсус. Ну, вот еще некоторые перлы, некоторые формулировки из документа. Они вообще выглядят странно. Ну, например, сохранение открытости прагматичному сотрудничеству с деловыми кругами недружественных государств. Это как так понимать? У меня первая ассоциация в связи с этой формулировкой – это вот история Второй мировой войны, когда американские корпорации сотрудничали с целым рядом германских корпораций, корпорации Третьего рейха, при том, что Соединенные Штаты официально находились в состоянии войны с фашистской Германией. Уже в конце войны, когда уже готовился Нюрнбергский процесс, стоял даже вопрос о том, что руководители некоторых американских корпораций тоже надо судить в Нюрнберге как сообщников. И нам что, Министерство иностранных дел предлагает? А вот такое же сотрудничество с врагом у меня как говорится… Или еще иллюзия. Такое ощущение, что нет 11 тысяч санкционных, так сказать, каких-то препон, которые Запад установил в наших как раз и политических, и экономических, и финансовых взаимоотношениях. То есть, ну, я понимаю еще формулировка по мере снятия этих, так сказать, санкций. Ну, это понятно, да. Там, в принципе, можно быть… Ну, это еще логично как-то. Это еще было бы логично, да. А какое может быть прагматическое сотрудничество, если оно запрещено? Оно просто запрещено. Они все отсюда уже практически все крупники ушли. Так, по мелочам немножко осталось. Они просто боятся, что их эти же санкции догонят там уже. Концепция должна быть даже жестче закона. Закон где-то может что-то смягчить. Концепция должна четко показать, что взять, чего нельзя. А дальше уже юристы могут это все конкретизировать, детализировать. Или конфискация наших золотовалютных резервов. Но это что? Это тоже… Разве это можно игнорировать? То есть, 350 миллиардов уехало неизвестно куда. Александр Иванович, я хочу сказать, что меня действительно очень возмущает и волнует то, что так называемое прагматическое сотрудничество с компаниями стран недружественных, оно продолжается. Например, поставки Титана в Соединенные Штаты Америки. Или, например, такая совершенно дикая форма сотрудничества. По-моему, мы с вами даже ее озвучивали. Это когда на Санкт-Петербургской бирже выяснилось, обращаются акции 10 компаний, американских компаний оборонно-промышленного комплекса. Это как так? Да, мы этого касались. Это вот какие-то странные, знаете, гримасы, что ли, вот этого переходного жуткого времени, когда вот этот туман накрыл, так сказать, нас во всех смыслах. И мы пытаемся… А концепция, она получается не столько… Она его разгоняет, сколько она его еще сгущает. Ну да. Да, в общем, это лакома своей бумажки, полного бессилия нашего внешнеполитического ведомства. Да, это токсичные валюты. Кстати, о токсичных валютах вообще уже все забыли говорить. То есть, и плюс еще позиция Запада, которая давным-давно нас в блок-аут погрузила и, так сказать, в полную изоляцию. Причем абсолютно осознанно. Вообще странное какое-то, странное ощущение, что то ли люди сами растерянные, не понимают, что писать, то ли они что-то скрывают и не могут писать. То ли они просто неграмотные и просто-напросто методом ножницы клея, что-то такое сварганили. Мы с вами оставили эту альбоматор, поэтому мы можем критически это воспринимать, потому что… Мы же все-таки помним школу, мы же помним, как нас учили, даже как нас учили писать документы. Ну, остается только надеяться, что, так сказать, этой концепцией не будут пользоваться в практическом смысле. Вот и все. Да и невозможно ею пользоваться. Владимир Владимирович, спасибо огромное за этот разговор. Спасибо за внимание. Мы попробовали, так сказать, пробежаться по этой концепции с вашей помощью, ощутить ее дух, так сказать, ощутить ее реальную значимость или незначимость. Мы говорили с Валентином Катасоновым, доктором экономических наук, профессором. Всего доброго, до новых встреч на Переправе ТВ. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok